Потому что придется экипажу пройти штрафной круг. И так белый флажок без замечаний и дальше двигается к рубежу загрузки боеприпасов. По итогам вчерашних заездов танк из Китая показывал великолепную скорость. Быструю скорость развивал экипаж из Китая. Посмотрим, что сегодня покажет экипаж из Китайской народной республики. И вот экипаж из Китая совершил построение. И сейчас будет загрузка боеприпасов. Мы видим, как из штрафного круга выходят друг за другом два танка команды Зимбабве и Ирана. По левой стороне экипаж из Ирана пытается обойти экипаж из республики Зимбабве. И успешно это делает, оставив его позади. И устремляется по скоростному участку к преодолению первого препятствия Брод. И вот. И вот. Попадает разведку цели. Быстро обнаружил. Но попадания нет. Попадания нет. Еще два шанса. Вторая мишень в поле на линии горизонта. Наводчик ведет наблюдение. Вносит корректировки. И производит второй выстрел. Главный арбитр фиксирует попадание. А в это время на курган взлетает машина из Ирана. Оброд прошел экипаж Зимбабве. А тем временем в поле появляется третья цель. Третья мишень для экипажа из Китайской Народной Республики. Ну что? Наводчик производит. Третий выстрел. И фиксируется попадание. Радуются болельщики из Поднебесной. С одним штрафным кругом экипаж из Китая уходит на дистанцию в Дагогбу за двумя экипажами. А в это время по прямой перед зрительскими трибунами проходит экипаж команды Ирана. И вот вы наблюдаете на Кургане, на Кургане. Экипаж команды из Ирана проходит противотанковой руха на Кургане. Машина из Димбабве заглохла на Кургане, не въехав. Вот теперь нужно совершить откат, набрать скорость и преодолеть. Не такое уж простое препятствие. Дорогие друзья, перед нами проходит команда экипаж Ирана. Поприветствуем, поприветствуем наших друзей из Ирана. Болельщики, болельщики, болеем! И на колейный мост взлетает танк Ирана, не снижая скорости, и дальше мчатся гребенки. Прекрасно проходят и вот болельщики иранской сборной. Приветствуют своих любимцев, свой экипаж. Экипаж из Республики Зимбабве пытается преодолеть Курган. На экранах мы наблюдаем, как птицей летит экипаж из Китайской Республики по дистанции. И ближайшее препятствие, которое его ожидает, это брод. Не снижая скорости, танк влетает и преодолевает брод. Выходит на противоположный берег и мчится к участку в минно-взрывном заграждении. Пожалуй, такими темпами он обойдет экипаж из Зимбабве. Устремляется на Курган. Спасибо операторам. Вид сверху. Подъем на Курган. Курган преодолен. И вперед, вперед по трассе. Огненная полоса. Экипаж из Зимбабве, а потом противотанковый рог. Играючи-играючи летит по трассе танк Китая. Догоняет экипаж из Зимбабве. А мы рады тому, что все-таки ребята из Зимбабве справились с Курганом. И двигаются дальше по дистанции. Впереди у двух экипажей противотанковый рог. Проходит противотанковый рог экипаж Китая. Набирает скорость и пролетят мимо трибун болельщики. Давайте поприветствуем два экипажа. Экипаж Китайской народной республики. Ух ты! Ух ты! Вот это да! Так, вот как сложно проходит ров танк Зимбабве. И вот на колейный мост буквально слетает. И мы наблюдаем за флажками арбитра поли белый флажок. Это значит, без замечаний проходит колейный мост. Команда Китая. А вот перед нами проходит танк с экипажем Зимбабве. И вот на колейный мост въезжает танк Зимбабве. Ну, молодцы, молодцы. Следим за флажком арбитра в поле. Белый флажок также без замечаний. А на экранах мы видели, как с ошибкой не преодолел препятствия экипаж из Зимбабве. В это время вы видите, на горизонте в левой части полигона уже готовится к своей второй стрельбе экипаж Ирана. Стрельба по вертолету. Дистанция 800-900 метров. Стреляет командир танка. Экипаж из Поднебесной быстро на высочайшей скорости преодолевает Косогор. Приближается к Эскарпу сложнейшее препятствие. Небольшое торможение. А тем временем дана команда на открытие огня экипажам из Республики Иран. Стрельба командирам танка лейтенантом Али Савари из зенитного пулемета по мишени номер 25, которую вы наблюдаете на своих экранах. Это вертолет. Стрельба ведется из зенитного пулемета Корт. Молодцы операторы. Одновременно показывают нам боевую машину на рубеже открытия огня и мишень, по которой осуществляет стрельбу командир танка. На огневой рубеж выходит экипаж из Поднебесной. А тем временем главный судья фиксирует поражение вертолета экипажем из Ирана и без штрафного круга. Экипаж продолжит прохождение дистанции. А наше внимание на стрельбу экипажа из Китая, которые уже докладывают о готовности для открытия огня. Второй участок, второй огневой участок, стрельба из зенитного пулемета по вертолету. Мишень поднимается в поле. Командир начинает вести огонь. Патроны ложатся рядом. Вот он, прекрасный вид вы можете наблюдать на наших мониторах. Прошел доклад о разряжении пулемета. Главный судья фиксирует попадание. И экипаж из Поднебесной убудет на дистанцию. Вот они, люди, которые тренируют и готовят экипаж из Китая. А вот он, этот быстроходный танк. Да, скорость вызывает восхищение. А тем временем на экранах немножко хроники, чудеса. Выписывают пироэта экипаж из Зимбабве. Китая, слетая с бетонной площадки, пытается укротить непослушную машину. Вот на свой второй огневой рубеж подходит команда из Зимбабве. Стрельба по вертолету. В это время мы видим с высоты птичьего полета, как буквально рассекает трассу. Летит, летит вперед экипаж из Китайской народной республики, стремительно нагоняя иранские танки. А тем временем экипаж из Ирана подходит к препятствию брод, который преодолевает на высокой скорости. Поднимая перед собой водяные волны, преодолевает это препятствие. Летят секунды, экипаж из Китая уже вплотную приближается. Не снижая скорости, влетает в брод. Влетает в брод и выходит на противоположный берег. Летит к участку в минно-взрывном заграждении. Экипаж из Ирана поднимается на курган. Но вслед ему дышит китайский экипаж. Я думаю, напрямую мы будем наблюдать соревнования механиков. Вот это динамика, вот это гонка, все это танковый биатлон, друзья мои. В это время на втором огневом рубеже экипаж из Зимбабве готовится к стрельбе по вертолету по мишени номер 25. А мы наблюдаем, как выходит на участок огненной полосы. Проходят участок огненной полосы два экипажа, иранский и китайский. И вот впереди, впереди противотанковый ров. Практически одновременно они входят в ров, проходят. И вот прямой скоростной участок обходит китайский экипаж иранскую команду. И устремляется по прямой дальше. Дальше вот проходит сейчас мимо зрительских трибун. Да, вот это скорость здесь, стремительно просто. И колейный мост, впереди колейный мост, китайская народная республика и Иран. Вот тут иранский экипаж взял свое, взял свое и вырвался вперед. Впереди вот гребенка. Гребенка, прекрасный план показывают нам операторы. Спасибо. Очень наглядно видно с высоты все препятствия, которые проходят экипажи. Ой-ой-ой-ой! Внимание, аккуратно! А в это время экипажи Зимбабве ведет стрельбу по вертолету. Закончил вести стрельбу по вертолету. Бородин Мишель сейчас выдвинется для прохождения дистанции. Ну а мы наблюдаем гонку. Китайский экипаж постепенно отрывается от экипажа из Ирана. Крупным планом в зеленую машину. Влетает на косогор. На бешеной скорости преодолевает это препятствие и устремляется к эскарпу. Немного сбросил скорость и взгромоздился на эскарпе, преодолев его в считанные секунды. Второй косогор также быстро и уверенно впереди участок стрельбы. А на экранах зеленый пытается преодолеть эскарп. Вот он, вот он скоростной танк. Танк экипажа из Поднебесной летит на огневой рубеж. Не спеша продолжает движение по маршруту экипаж из Ирана. Впереди его также ожидает рубеж заряжания и открытия огня. А на экранах мы наблюдаем за быстрыми действиями, слаженными действиями экипажа из Поднебесной. Занять штатные места, закрыть люки, доложить о готовности к открытию огня. Звучит команда поднять мишени для красного экипажа. И красная мишень номер 9, ручной противотанковый гранатомет, появляется в поле. Ну что, все зависит от наводчика, оператора, младшего сержанта Джана Веджена. Тренер дает небольшие указания. Разряжен пулемет и экипаж выдвигается на дистанцию. А тем временем на огневом рубеже экипаж из Ирана. Зеленая мишень появляется в поле для экипажа из Ирана, который он попытается поразить из БКТ и будет вести огонь по мишени номер 9, ручной противотанковый гранатомет. На экранах вы видите, как китайская машина просто пролетает в коростной участок полигона, значительно отрываясь от танка Республики Зимбабве. И осталось пройти буквально несколько препятствий. Брод, курган и противотанковый ров с огневой полосой. А мы видим с вами мишень на экране. Так, есть попадание команда Ирана. Расход боезапаса. И танк совершает откат. Вот болельщики Ирана радуются. Молодцы ребята, поддерживаем, поддерживаем. И вот китайский танк влетает в брод. Как будто по земле проехал и дальше, дальше летит по участку минно-взрывных заграждений. Напоминаем, за наезд на одну мину команда штрафуется штрафным кругом. Прокатился по кургану китайский танк. И сейчас, через несколько секунд, будет выезжать на скоростной участок перед зрительскими трибунами. Ну что, друзья, внимание на трассу. По трассе движется экипаж из Республики Иран. Крупным планом мы видим, как танк пытается развивать максимальную скорость. А тем временем экипаж из Поднебесной выходит на финишную прямую. На экранах действие экипажа из Республики Зимбабве. Молодцы, продолжают бороться с дистанцией, проявляют волевый характер. И вот последние метры. Последние метры для китайской машины. Невероятная скорость. Есть финиш. Финиш. Финиширует экипаж из Китая. Вот это да. Болельщики ликуют. Здорово. Здорово. Мы все получили удовольствие от такой скоростной гонки. Итак, экипаж из Зимбабве приближается к Кургану. Это второй Курган. Посмотрим. Первый Курган с трудом дался. И вот мы видим. Покидает машину экипаж команды КНР. Народной Республики.